В зоне АТО за минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных. 9 наших бойцов получили ранения. Ирина Баглай из прифронтовой зоны подробнее. Вот вчера, позавчера там по Ленина попало, вот у соседей, ну стреляют, а мы уже привыкли. Вот видите, он даже галкает. На окраине этой улицы среди разбитых домов редко встретишь людей. Наталья тоже была вынуждена покинуть свой дом, где погиб ее муж. Да, вот голова вот так на две половины раскололась, 54 года ему было, прямое попадание в дом. Дочка уехала, я здесь такова вот одна. Кот сиамский был, от разрыва сердца погиб. И лицо у него, морда сразу, где черное, осталось все седая белая. Я никогда не думала, что так кот может посидеть. Саму же женщину контузило после вражеского обстрела. Теперь ходится с слуховым аппаратом. Инвалидности жалуются, лишили, а на операцию нет денег. Когда боевики начинают стрелять, ориентируются по своему новому питомцу. Дворняга Бен от страха заливается лаем. Пока же тихо, Наталья рискнула прийти в свой двор, похозяйничать на огороде. Здесь мы и так прибежали, убежали, поэтому не сильно людей, видите, на улице такого нет. Все боятся, в основном по погребам. Я вот тоже пришла домой и больше в погребе сидела. Вот стреляют. Над головой летело, как шлюпом, вот такой черный дым. Одна вражеская мина попала в огород, вторая на середину улицы. Осколки повредили четыре дома. Две женщины получили ранения. Сергей Николаевич, муж одной из пострадавших, спустя часы не мог прийти в себя. Как прилетело он, молча. Сидел только, в хату зашел. Вон, повреди талусы. Жена ушла в магазин, а бабушка в дворе. Часто у вас стреляют? Обеих пожилых женщин госпитализировали. Слепые, ранения, конечности. Одна ранена бедром, вторая болит. И в основном поступают пожилые люди, потому что те районы, которые подвергаются обстрелам, там в основном живут старики, которым деваться не было. Наши солдаты предполагают, боевики целились по позициям украинских военных. Но и местных жителей не пощадили. Противник использовал в великокалибренные кулеметы, протитанковые гранатометы и минометы 82-го калибра. У нас есть предпущение, что противник хочет таким образом защипить один из блокпостей. На окраине после вражеского артобстрела канонада ненадолго стихла. Думали, мы в таком месте хорошем живем. А оно получилось, а что теперь в самом плохом? Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Подробности, телеканал Интер из Донецкой области. Продолжение следует...